Всем привет! Сегодня я хотела бы поговорить о рубцах. Очень часто этот вопрос возникает со стороны пациентов, у которых есть эта проблема. Как от них избавиться? Для начала я бы хотела разобраться вместе с вами, какие бывают рубцы. На самом деле рубец после какого-то пореза, повреждения глубокого и рубец после, например, воспалительного элемента на коже лица, это все рубец. И они бывают разные по своей структуре. Бывают атрофические рубцы, то есть, грубо говоря, ямки, рытвины, это минус ткань. Бывают гипертрофические рубцы, которые выступают над кожей. Нормотрофические, которые практически вровень с кожей. И килоидные рубцы, то есть такое неконтролируемое патологическое разрастание соединительной ткани. Они обычно неправильной формы, отличаются от остальной кожи чаще всего по цвету. Они, как правило, красные или что-то близко к тому. И они, конечно, самые непредсказуемые и самые некрасивые. Вот, если можно вообще так сказать о рубцах. Возникают они, естественно, всегда после повреждения достаточно глубокого ткани. То есть, если повредим просто эпидермис, то у нас, как правило, не образуется рубец, а кожа заживает без образования рубца. Если повреждается дерма, повреждаются более глубокие ткани, то так или иначе будет рубец. Если мы вынуждены эти ткани сшивать, например, хирургическим путем, то тоже будет рубец. И в зависимости от того, как будет сшита поврежденная ткань, рубец может быть менее заметным, тонким, косметическим, либо может быть более заметным. Как же бороться с рубцами, если они уже есть? Надо понимать, что не всегда мы можем рубец полностью удалить, устранить. Но есть варианты. И с рубцами тактика происходит обычно по трем направлениям. Либо это размягчение рубца, либо это сглаживание рубца, то есть, чтобы он максимально слился с окружающими тканями. Либо это иссечение рубца хирургическим путем. Для того, чтобы размягчить рубец и впоследствии сгладить его, сделать его менее заметным, используются различные лекарственные, как правило, препараты, которые разрушают коллаген. Коллаген – это основное вещество, из которого состоит рубец. Для этого могут использоваться ферментные препараты. Сам, наверное, распространённый известный вариант – это препарат ферменкол, который может быть как в виде раствора, то есть порошка, который разводится специальным растворителем, и в виде геля, который можно использовать просто в виде аппликации. Но это для совсем свежих рубцов, скажем так, которые не старше полугода. Это может быть более-менее эффективно. И, конечно, если они не являются с килоидами. Во всех остальных случаях, когда рубцы более старше возраста, можно так сказать, используются физиотерапевтические форезы, то есть методики, которые вводят эти ферменты. Это протеолитические ферменты, коллагеназы, разновидность, их несколько видов, при помощи электрического тока или ультразвука. То есть делается или ультрафонофорез с этим препаратом, или электрофорез. Делаются эти процедуры обычными курсами. Локально используются либо стационарные электроды для электрофореза, либо электроды с 1-мегагерцовым ультразвуком для фонофореза. И таким образом мы можем уменьшить выраженность рубца в некоторых случаях и сделать его практически незаметным. Также используются такие ферментные препараты, как лонгидаза, трепсин, то есть есть еще варианты, которые можно, например, индиционным путем ввести в область рубца. Также используются физиотерапевтические методы, которые тоже разрушают структуру рубца, могут разрушить. Это, например, СЛЧ-терапия, это криот-деструкция, это буки-лучи и так далее. Все это, в общем-то, работает на относительно, конечно, свежих рубцах, хотя застарелые какие-то послеожоговые рубцы и так далее, тоже можно работать с ними этими методиками. Другое дело, что в результате мы менее выраженный эффект, скажем так, получим. Что касается совсем свежих рубцов, которым буквально только зажили, менее выраженными их можно сделать, сдавливая механически эти ткани. И для этого используются специальные, например, пластыри на силиконовой основе, которые наклеиваются на долгий период времени, то есть можно носить этот пластырь сутки, например, или по 12 часов, которые будут механически сдавливать область рубца и не давать ему, как говорится, разрастаться. Но если все-таки рубец выраженный, то тогда уже приходится прибегать к методам, которые каким-то образом могут его удалить. Это, например, сглаживание рубца при помощи электрокоагуляции или дотермокоагуляции. Это какие-то воздействия радиоволновым излучением и, в конце концов, хирургическое сечение рубцов. Надо понимать, что, как говорится, чтобы у человека не было обманутых ожиданий от, например, применения топических препаратов. То есть любые топические препараты уходовые, которые применяются для профилактики и, как бы говорится, что устранения, но, как мы понимаем, если рубец уже образовался, устранить его наружным косметическим средством очень сложно. От них можно ожидать небольшого, скажем так, сглаживания рубца, ускорения, так сказать, трансформации его в структуру, больше похожего на окружающие ткани по цвету и по гладкости, по мягкости. Но полностью удалить рубец, если действительно повреждение было глубокое, при помощи косметики практически невозможно. Поэтому, наверное, если рубец действительно достаточно серьезный, лучше сразу обратиться к хирургу или к дерматологу, который назначит соответствующие процедуры. И если они не помогут, то тогда уже прибегнуть к хирургии, если этот шрам находится, допустим, в каком-то видном месте и мешает жить. Вот такой, наверное, коротенький обзор на тему рубцов я бы хотела сделать. Еще на самом деле существует такой метод, который вообще никак не лечит рубцы, но некоторые прибегают к нему, когда есть старый какой-то рубец после обширных ожогов, делают на этом месте тату. Это может нравиться, может не нравиться. Но иногда это помогает, если человеку нравится рисунок, который он нанес себе на тело. Естественно, после консультации обязательно специалистом с врачом это нужно делать, потому что не все ткани можно наполнять пигментом. Если дерматолог даст разрешение, что можно сделать поверх, допустим, рубцовой ткани какой-то рисунок, то если человеку это поможет принять себя и не стесняться своего тела, то почему бы и нет. Буду ждать ваши комментарии на эту тему. Может быть, у вас есть свой личный опыт. Мы всегда за то, чтобы вы им делились под нашими видео, потому что ваш опыт может помочь другому человеку избавиться от какой-то проблемы или узнать о каких-то новых вариантах ее решения, если, например, я их не затронула, рассказывая об этой теме. До встречи в новых видео. Не забывайте подписываться на наш канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Будем очень вам признательны.